Празднование Дня Победы в Харькове впервые обойдётся без массовых шествий и парадов. Такое решение в мэрии объяснили возможными провокациями. Но пенсионеры, кажется, готовы рискнуть жизнями. Уверяют, Харьков – спокойный город, а отменять парад – варварство. Ну, это не совсем правильно, потому что, допустим, в Луганске, в Донецке – это нельзя, конечно, там и речи не могло быть. Но в Харькове могло быть без всякого, потому что всё-таки Харьков – более-менее спокойный город. Сегодня Виктор пришёл в сквер на 23 августа полюбоваться фотовыставкой из истории Харькова. Здесь представлена большая коллекция раритетных фотографий. Обновленные улицы, соборы, аэропорт и площадь Конституции вошли в современную фотоподборку. Равнодушными не остались и самые маленькие гости. Я бы очень хотела построить машину времени и побывать в СССР, потому что считаю, что современный Харьков не очень хороший, чем был прошлый. На той же аллее разместились шахматные доски. Юные игроки вместе с ветеранами соревновались против призёра рапид-турнира по шахматам Евгения Однороженко. Международный мастер признаётся – с детьми в таком формате общаться сложнее, а игра ему нравится, хотя соображать приходится очень быстро. Распыляя своё внимание на 20 партий, очень тяжело. Надо подходить и на каждую партию хотя бы секунд 10 вникать. Это тратится время, тратятся силы, в голове наконец начинает всё путаться рано или поздно. В преддверии праздника к памятнику воину-освободителю возложили цветы, а члены клуба «Самоход» представили боевую технику военных лет. Боевой мотоцикл, командирский автомобиль, бронеавтомобиль. Последняя машина сегодня работала ещё и как передвижная радиостанция, транслировала песни военных лет. Гордость клуба – мотоцикл М-72. Его делали с 1941 по 1954 годы. В продажу они не поступали. На полном ходу, всё в оригинале. Он так и комплектовался вот этим пулемётом ДП-27. То есть вот так, как он был, так он и есть. Мальчишки с восторгом рассматривали мотоциклы и машины, а девочки в это время соревновались за лучший рисунок на асфальте для ветеранов. Мы рисуем рисунки поздравления ветеранам под памятником неизвестному солдату. У меня дедушка воевал на войне, я ему рисую рисунок. Голубь символизирует свободу, победу. Творческие коллективы города подготовили для ветеранов и праздничный концерт. Инна Степанишина, Антон Калита, Агентство телевидения Новости.